Вопрос в том, что у нас есть три титана, что целью обучения является не получение знаний, а умение действовать со знанием дела. Когда ты приходишь и задаешь вопрос, успешное было обучение, или проверять тесты на знания в качестве индикатора успешности обучения. Нет, человек может что-то делать, не может что-то делать. Тест понимания через действия, что только тогда, когда человек начинает действовать, он начинает выяснять, адекватно или неадекватно он понял. Ну, я бы немножко Георгий Петрович перефразировал, только когда человек начинает действовать, он начинает выяснять, что он неадекватно все понял. И вот я не знаю автора вот этой цитаты, но у меня ребятки в команде говорят, что это я сам придумал, хотя у меня есть четкое ощущение, что я это где-то читал, к сожалению, вот сейчас не зафиксировал источник. Чтобы понять, чему студенты учатся, посмотрите на то, что они делают, непосредственно делают в процессе обучения. И мы сегодня с вами будем учиться писать какие-то штуки в Google слайдах и задавать друг другу какие-то вопросы. И все это будет направлено на то, о чем я сегодня с утра говорил, на кальсонагномизмы. Помните, да, вот кальсонагномизмы, когда ты имеешь какое-то дело, тебе кажется, что оно нужно для чего-то, но что-то нет уверенности, что оно для этого нужно. И мы с вами очень часто с этой ситуацией сталкиваемся, как я приводил примеры, там всякие разные, выучить Python, в шаг второй никто не понимает профит, все переделать на новом фреймворке, тоже это вот там айтишники очень любят. Они, конечно, говорят, что будет обязательно профит, но это, наверное, завершающий сегодня будет доклад, где это будет старперское нытье про айтишников, про то, как они все оптимизируют, 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 из раза в раз все делают оптимальный рефакторинг. И пустая вкладка в хроме теперь полгига жрет памяти. Ну, молодцы, что же делать. Хорошо, у меня есть ощущение, что они оптимизируют свою работу, по оптимизации своей работы. И там, если копаться глубже, там, на самом деле, очень интересно. В начале 2000-х, после краха доткомов, вышел отчет по тому, как айти влияет на производительность в разных секторах экономики. Американский отчет, это Макинзи, по-моему, делал этот отчет, чудным образом выяснилось, что айти примерно никак не помогает реальному сектору экономики. И там, где айти помогает, это айтишный сектор. Ну, вот, то есть есть хорошая, прекрасная отрасль, которая нужна для того, чтобы делать жизнь проще самой себе. Вот таким образом. Ну, в конечном счете, если это все транслировать на, там, стали ли мы больше самолетов запускать в море, да, там, стали они реже, ой, прости, господи, в небо, да, там, кораблей в море. Вот это вот все. Когда ты смотришь, там, стали ли мы больше автомобилей благодаря этому производить. Там у айтишников есть свои прикольные истории. Конечно, мы там теперь, там, за столько-то миллисекунд, там, пингуем быстрее, делаем еще что-то, шардим на большее, там, и так далее. Всякие умные слова говорят. В конечном счете. Там, стало ли больше кастрюлик производиться. Мы, там, научились дешевле извлекать единицу нефти из земли. Вот в конечном счете на материальном мире. Как это сказывается? Оказывается, как бы никак. Итак, это был отчет, конечно же, там, по-моему, второго или первого года, там, ему больше 20 лет. Не думаю, что радикально что-то поменялось с тех пор. Но как-то будет здорово, если у кого-то есть более новые данные. В общем, да, это вот меня понесло в Старперское. Но большинство из вас явным или неявным образом успешно прошли этот квест. То есть вы смогли создать у своего руководителя или у того человека, кто принимал решение, что, наверное, имеет смысл ребяток отправить на конференцию, смогли создать у них вот этот образ. Ну, либо они сказали, уй, да, три дня тебя не будет, и будет хорошо. Уже хорошо. Как есть люди, которые, куда бы ни пришли, делают хорошо. Да, есть люди, которые делают хорошо, откуда бы ни ушли. Вот, так тоже бывает. И, наверное, в этот квест с той или иной степенью успешности прошли. Интересно порассуждать, как для вас выглядит профит и как выглядит фаза 2. Мы здесь с вами затронем момент причины следственного анализа. Так или иначе, вот этот кальсонагномизм, он имеет структуру. Ну, в той или иной форме, если так или иначе отмасштабироваться. У нас есть какая-то важная задача в данном контексте. Ну, как в контексте примера, это сбор трусов. В нашей ситуации это посетить конференцию. Дальше есть какие-то промежуточные результаты и дальше есть какой-то профит. Профит, наверное, здорово, чтобы он был важен для вашей компании. Как вы понимаете, если кто-то был сегодня утром на моем докладе, я узнал много нового, нахрен никому не нужно, в том числе и вам. Вот она какая беда. Ценности само себе это не несет, в большинстве вред. Поэтому было бы интересно, какой профит вы видите, и можете ли вы смоделировать фазу 2, на что она похожа. Поэтому мы с вами сейчас начнем и будем строить вот этот ствол, хотя бы путь необходимости. И делать мы это будем следующим образом. Я пока ничего вам не показываю, потому что там у меня есть ссылка, которую покажу, где мы будем упражняться. Но я ее вам сейчас не покажу, потому что если я покажу, вы ее откроете, не будете слушать объяснение, будете что-то там тыкать. Потом я скажу, а теперь делайте. Вы такие, а что делаем? Давайте сейчас я сделаю вот что-то, как мне будет интересно, удобнее. Давайте я сюда перетащу. О, у меня же есть монитор. Я вам пришлю ссылку на балансировочный лист. Только поскольку нас здесь много, сейчас я уберу балансировочный лист, я покажу, как он будет выглядеть. Мы будем с вами балансироваться прям по максимуму. Ну, все понимают, да, что значит балансировочный лист. Мне нужно будет, если вы пойдете все в одну гуглодоку, вы ее уроните. Поэтому, чтобы этого не произошло, в зависимости от месяца вашего рождения, месяца вашего рождения, кликайте куда-нибудь. Допустим, если я родился в августе, я иду сюда. Это одинаковые ссылки. Это одинаковые ссылки, которые ведут просто в разные места. Точнее, да, это разные ссылки, которые ведут в одинакового вида документа, но в разных местах. То есть, чтобы мы с вами аккуратненько отбалансировались по вот этим файлам. Отбалансировались. Дальше, если вы вдруг в любой момент потерялись и не понимаете, что происходит, что делается, у меня в самые последние слайды – это инструкция. Упражнение 1, которое мы сейчас с вами начнем делать. Там шпаргалка к упражнению 1. Дальше там будет упражнение, ну, чек-лист, да, и упражнение 2. А, третье, я даже третье добавил. Ну, это если время хватит. То есть, в любой момент, если вы вдруг потерялись, вы туда сможете прийти. Так, чтобы мне это все интересно, вам красиво показать, мне надо будет здесь, наверное, тоже… Здесь, кстати, тоже, да, кнопочка F5 работает, если фуллскрин нет? А, F5, да, точно, конечно, не туда делает. F11, сейчас мы сделаем полный экран. Да? Как вот слайд-шоу, когда начинается. Control F5. Control F5, да. Я просто смотрю, видно или не видно. Значит, ваша задача будет занять слайд свободный. Дано определение свободному слайду, кто такой свободный, на котором написано большим прямоугольником «свободно». Вот сейчас кто-то из вас ржет, да, что вот настолько детально приходится прописывать инструкции. Я уже не первый год этим занимаюсь, и после чего я разочаровался в лекциях. В какой-то момент я решил делать упражнение, и тоже что-то на большую публику. Говорю, так, ребята, откройте файл и напишите свое имя в названии листа в Excel. Половина не поняла, что мы вообще что-то делаем. Другая половина. А-а-а, надо написать туда свой список задач. Третья. Слушай, точно, мне надо написать туда, чего я хочу вообще по жизни. Нет, я должен написать туда тех, кто ко мне пришел. Ну, и ты думаешь, боже мой, боже мой, что я сказал? Я сказал одну маленькую четкую инструкцию. Единицы поняли ее, правильно? И после этого ты транслировал все это дальше на лекции, думаешь, боже мой, если ты даешь какую-то более сложную концепцию, а у тебя вообще есть гарантия, что кто-то ее понял? Как вообще построен у нас процесс обучения? У нас есть вообще конечная обратная связь? Тебя поняли или не поняли? Да, есть, они экзамен сдают. Офигеть. А действовать они что-то могут? Они потом опять открывают и говорят, надо написать всех, кого зовут. Поэтому, да, я здесь специально, ну, насколько мог, подробно расписал. Свободный слайд. Что значит занять? Удаляем этот прямоугольник и дальше пишем, как вас зовут. Дальше напишем. Достроим цепочку обоснований. Давайте сейчас я даже возьму и покажу, как это делается. Сейчас опять надо Ctrl F5 нажать. Вот. То есть вы так и заходите, смотрите ближайший свободный слайд. Прямоугольник свободный, он специально такой большой, чтобы на предпросмотре было видно, кто занял, кто не занял. Удаляете. В рамочку ему клик. Удалили. Как вас зовут? Написали сюда, как вас зовут? Или сюда написали псевдоним. И дальше давайте построим цепочку. Построим цепочку. О, получилось Ctrl F5? Нет. Потому что на ноутбуке, чтобы нажать F5, там нет отдельной кнопки. Надо еще кнопку нажимать. Все делается удобно в современной технике. Внизу посетить конференцию. Типа вы сюда же пришли. Наверху какая-то цель. Было бы здорово, чтобы она звучала как-то ценностно для того человека, который вас сюда отправил. И давайте. Первым заданием я попрошу просто написать два промежуточных результата. То есть я сюда посетю конференцию. Не знаю, я послушаю доклад Дорофеева. Я выкину все свои закрытые вкладки в браузере. И я в два раза быстрее начну закрывать задачи по работе. В конечном счете зачем все это? И вот эти промежуточные этапы. И в инструкции написано будет. Там будет написано критерий, как мы проверяем то, что мы пишем. Там будут проверки. Давайте сейчас я к этим слайдам долистаю. Сейчас надо пролистать вот эту всю жесть. Во-первых, там на инструкции написано. На двух желтых стикерах мы пишем промежуточные этапы. И моя диаграмма должна, каждый ее причинно-следственный переход звучать стройно и грамматически верно в конструкции для того, чтобы мне нужно. То есть каждый вот этот причинно-следственный переход я подставляю добуквенно в структуру для того, чтобы. И смотрю, звучит ли она гладко. То есть не просто скорость. Для того, чтобы закрывать задачи в два раза быстрее, мне нужно закрыть все лишние вкладки в браузере. Ну вот потому что мы пока не идем. Шаг первый. Мы пока индивидуально поработаем. Смотрим. Для того, чтобы работать в два раза быстрее, мне нужно закрыть все лишние вкладки в браузере. Дальше спускаемся и на НТАш ниже. Для того, чтобы закрыть все вкладки в браузере, мне нужно сходить на доклад Дорофеева. Ну и так далее. То есть здесь мы используем такую фишку нашего языка. Мы неизбежно, когда сталкиваемся с мышлением, вынуждены разбираться в языке. Это два неотъемлемых процесса. И мы не занимаемся сейчас строго логическим построением. Мы используем ту фишку в естественном языке, что некоторые логические ошибки имеют индикаторы на уровне грамматики, на уровне синтаксиса. Ну и вот в частности, если вдруг у вас фраза будет звучать небрежно, для того, чтобы приоритеты «мне нужен доклад на конференции», вы чувствуете, что оно не складывается в историю. Это уже индикатор того, что где-то что-то может быть ошибочным. Дальше я вас отправлю проверить то, что вы написали по чек-листу. Когда вы будете заниматься, вот сейчас первый раунд индивидуальной работы, первые пять пунктов чек-листа. Ну и там есть фраза. Является ли утверждение простым, то есть чтобы в один квадратик не было связи из-за, потому что и так далее. То есть не надо прятать причинно-следственные связи вовнутрь утверждения. Звучит ли структура, ну вот то, что сейчас я вам показывал, логически и грамматически верно в формате для того, чтобы «мне нужно». Ну и как я говорю, да, на первый раунд «потому что» не смотрим. Дальше три душных момента. Если вы встречаете прилагательные или наречия, двух типов мы пока рассматриваем. Прилагательные бывают сравнительные, больше-меньше, и качественные, эффективные, современные. Если вы сталкиваетесь со сравнительным прилагательным, нужно указать объект или процесс сравнения. Я буду работать быстрее, быстрее, чем кто? Я Андрей, Андрей, чем кто? Я буду делать больше, больше, чем кто? Что? И почему я здесь пишу объект или процесс сравнения? Есть некоторые люди, которые думают, что нужно какое-то число указать. Я буду работать быстрее, чем 37 story points. А почему не 38? Почему не 36? Чем обусловлен это значение? Знаете, да, вот когда поддерживаешь legacy код, работаешь, никого не трогаешь и видишь там, и в что-то больше, чем 36. Ты ходишь, твою мать! И даже не константа какая-то, а просто какое-то число. Что это значит? Вообще загадка. Вот примерно то же самое здесь. Как это? Метод smart для людей, лишенных фантазии. Нам не нужно конкретное число. Нам нужно понять, чем обусловлено, работать быстрее, чем что? Работать быстрее, чем продакт-менеджер создает новые задачи. Работать быстрее, чем это делают конкуренты. Работать быстрее, чем... Что у вас является объектом или процессом сравнения? Это для сравнительных прилагательных. Если вдруг в вашей речи, в вашем описании встретилось качественное, эффективные, современные, прозрачные процессы, мотивации и прочая загадочная фраза, для качественных прилагательных нам нужно операциональное определение. Такое стремное слово. Что такое операциональное определение? Описание процедуры, теста, операции, при помощи которой я могу понять наличие или отсутствие описываемого свойства. Понимаете, да? Если я говорю стандарт прозрачный, как я могу убедиться, вот данная версия стандарта прозрачная или непрозрачная? Прозрачная. Все понимают его одинаково. Как я понимаю, что все понимают его одинаково? Прозрачная. Ну нет, там вопрос операционального определения. Там пять наугад выбранных сотрудников, там выбранных, отвечают плюс-минус одно и то же на вопрос, что тебе нужно сделать, чтобы тебе повысили зарплату. Но здесь опять же, это вопрос операционального определения. Там понятно, как вот никак не сделать. Как ты определишь этот тест, то и будет, вот этот смысл и будет вкладываться в это прилагательное. Вот я определяю, допустим, прозрачный вот так. Как ты определяешь там одинаково, да, тоже. Вот эдак. Вопрос определения, по большому счету. Не то, чтобы за этими прилагательными есть какой-то общепринятый смысл, и нам нужно его прям знать и воспроизвести. Нет. Вы какой смысл вкладываете? Есть такая область науки лингвистической относительности, вообще стремная кроличья нора, и там есть проработанная механика. Они пишут, у них есть как-то уровень абстрактности для частей речи. Есть разные формы глагола, там четыре формы абстракции, абстрактности для разных формов глагола. И самый высокий уровень абстракции – прилагательный. Прилагательный вообще вот прям какой-то лютый пипец. Вот. То есть два будет пункта чек-листа подумать над прилагательными. Можете ли вы дать и понять, какой смысл вы в них вкладываете. И будет еще глагол. Понимаете ли вы, для всех глаголов вы понимаете, что является наблюдаемым результатом действия. Мне нужно внедрить, что является наблюдаемым результатом внедренного стандарта. Там тоже это чуть-чуть шажок в лингвистическую относительность. Есть глаголы интерпретирующие, есть глаголы действия. Понимаете, да, разницу между интерпретацией и непосредственным наблюдением? Нам бы хорошо понять, если вы говорите, что я подниму эффективность, что является наблюдаемым результатом. Я буду в джире закрывать в два раза больше задач за единицу времени. Да, это наблюдаемый результат действия. Непонятно, почему два, но пусть будет два, если вам так нравится. Я буду мотивированный. Я не свалю в другую контору раньше, чем через год. Это можно тоже назвать наблюдаемым результатом действия. Все, на остальное пока запили. Значит, и того, что мы сейчас делаем. Мы с вами придем. Вот чек-лист проверки улиточек. Почему улитки? Потому что схема чтения вот этих конструкций, я ее нарисовал, она похожа на улитку. Ну и, соответственно, у меня третья книжка будет называться «Улитки против тараканов». Но у меня с неймингом всегда было как-то так себе. Чего? Да, вернуть свободно. Поняли, да? То есть я вам сейчас... Я вам сейчас... А я сделаю проще. Надо сделать... Удалить этот слайд и сделать control-D. Они все одинаковые. Вот. Смотрите, их 10 штук, но у нас 12 файлов. Помните, я вам присылаю ссылку, показываю ссылку на балансировочный лист. Ну, сейчас, может быть, кто-нибудь не захочет работать, еще что-то. Если вдруг вы чувствуете, что вам не хватает слайда, control-D. Вы выделяете, вы айтишники, с вами проще? Страдайте. Страдайте. Ну, скрикните, я там задублирую в каком-то. Да, осенних, наверное, может быть, чуть больше. Посмотрим сейчас. Там все не все ли будут работать? Кстати, у кого-то что-нибудь сейчас отвалится. В общем, примерно так по верхнему пределу. И я за вами буду наблюдать. Вот. Понятна задача? Что, попробуем? Так. Давайте сейчас я вот эту штуку уберу. Покажу ссылку. На некоторое время помолчу. И буду за вами тихо наблюдать, что происходит. Погнали. Найте вам ссылочку. Погнали. Так, ну давайте я понаблюдаю. Все. Замолкаю. Пишем. Пишем. По поводу неудобно. Смотрите. Есть тоже любопытный момент. Ну, сейчас я выведу. Хотя, в принципе, факт или там момент, то, что вот что-то делать неудобно, иногда используется как раз для обучения. Ой, взад. Сейчас я назад, не туда попал. Да, да, да. У Петра Яковлевича Гальперина, вот, кто занимается быстрым обучением, ну, или занимался взрослых людей, у него прям была вот эта вот фишка. Следите. Наверху самая важная цель. Прямо она вот-вот важная для того, кто вас отправил. Узнать о чужом опыте. Это для вас сама цель или средство достижения какой-то цели? Да. Тогда напишите для себя. Узнать. Узнать, чтобы что? В задании написано, прямоугольники серенькие не трогаем. Не трогаем. Они нужны будут для другого. Смотрите. Сейчас тоже вот я здесь покажу. Получить новые знания, чтобы применять их на практике в своей жизни, это сложное утверждение. Следите за чек-листом. То есть здесь, наверное, применять знания в жизни, получить новые знания. А это все, кстати, зачем? А о каких знаниях идет речь? Уточните. То есть здесь все-таки, наверное, какая-то цель. И цель, это должно быть все-таки простое утверждение. А здесь скрытая причина-следственная связь. Смотрите. Там мы с вами пока думаем про ветвь необходимости. То есть вопрос первый, наверное. Если вдруг у вас будет больше промежуточных, чем два, вы всегда на самом деле можете выбрать тот уровень гранулярности и детализации, когда двух уровней промежуточных достаточно. Выбирайте этот уровень, чтобы двух промежуточных результатов было достаточно. по поводу ветвления. Потому что в общем случае у нас на самом деле не ствол, а дерево. Но мы с вами пока строим то, что называется ствол необходимости для того, чтобы мне нужно. Этого еще не факт, что достаточно. И там, в принципе, у нас не будет сегодня этого упражнения, этого отдельного упражнения, когда ты задаешь вопрос, а что еще тебе нужно? У меня будет сегодня подводочка к этому. И по идее, если бы мы рисовали логический план, то вот здесь бы на этом же уровне появлялась для того, чтобы быстрее вкатиться в новый язык, мне нужно дополнительно заниматься обучением. Что еще? А еще, не знаю, завести педпроджект, а еще что? А еще там повтыкать, ну и так далее. И на этом уровне появляются новые квадратики, каждый из них тоже будет как-то вниз расти. Но мы с вами пока смотрим только ствол. Только ствол. Смотрите, вы можете заполнять, как вам удобнее. Сверху вниз, снизу вверх, проверяйте сверху вниз. Потому что вы можете начать снизу вверх, посетить конференцию, чтобы что? Чтобы вот замотивироваться от общения с коллегами. Да, тоже напишите. Замотивироваться. Да, это глагол, что является наблюдаемым результатом этого действия. А можете идти сверху вниз. То есть вы определили главную цель. Я сюда пришел, чтобы мы быстрее работали и меньше продалбывали. А для этого мне нужно что? И этим вопросом вы спускаетесь вниз. В общем случае это может быть двунаправленное движение. Чувствуете, как становится много непонятных вещей, как только начал первое упражнение делать? А будешь делать доклад про мыслительные инструменты, всем все будет понятно. Ну и прям было бы здорово. Да, вот как понять, что-то поняли или не поняли. Что может являться индикатором? Кто был с утра на моем докладе? Да, вот как понять, что-то вынесли или нет. Ты смотришь, такой главная цель узнать. Думаешь, я, наверное, единственное, что прямо не сказал. В большинстве случаев узнать это не цель. В большинстве случаев узнать это фу как, а вам это не нужно. Если вы считаете, что вам это нужно, давайте дальше. То есть пусть будет узнать что-то не конечная цель посещения, а узнать что-то будет промежуточным результатом. Что является конечной целью? Вы узнаете это, чтобы что? Да, да. Мы заполняем красную, заполняем две желтых. А потом пробегайтесь по чек-листу, первые пять пунктов. Что является наблюдаемым результатом действия? Силы. Силы что? То есть я буду чаще, после посещения конференции, я буду чаще в свободное время изучать какую-то шнягу. Ну вот там тему. Ага. Ну вот, допустим, да, ну там чаще, чаще, чем что, да, вот там я буду минимум раз в неделю, да, я буду просыпаться утром, и заниматься этими вещами. Знаете, да, этот анекдот про мотивацию? Когда это пацанчику сыровенно приходит, это типа коучить, говорят, слушай, ну что тебя мотивирует, что тебя вдохновляет? Вдохновляет это как? Ну что? Что тебя заставляет подниматься по утрам? Меня вдохновляет ссать. Ну, понимаете, да, вот это операциональное определение, что является наблюдаемым результатом. То есть вот здесь, да, вот что, как замотивироваться? Я буду там минимум раз в неделю, я начну смотреть книжки, штуки, проходить туториалы тогда. Ну, если уже на этом этапе видно, да, будет интересно, смотрите, вам виднее. Мы на следующем этапе будем проверять, там есть логика или нет. Где-то, может быть, есть, где-то, может быть, нет. Как уже, тяжело идет или пока так себе? А, нужен был, да, опросник, справились, не справились. А вот. Некоторые моменты, вот сейчас, смотрите, да, я, давайте сейчас чуть-чуть, я выключу чек-лист, я сделаю так, чтобы вы видели мой экран. Ты дышь. Я сделаю так, ну, буду показывать. Сейчас по некоторым местам пробегусь, пока эти места буду просматривать, вы, может быть, свои тоже поправите. То есть, во-первых, гладкость чтения. Для того, чтобы мне нужно изучить стенды, для того, чтобы изучить стенды, наверное, да, вот слово мне нужно, здесь не очень понятно для чего. Для того, чтобы изучить стенды, оценить подготовку спикеров, мне нужно изучить все стенды. Понимаете, раз, где-то, может быть, чуть-чуть имеет смысл, ну, вот просто изучить стенды. Вы сюда пришли. Зачем? Чтобы изучить стенды. Хорошо. Для того, чтобы изучить стенды, то есть это может быть плюс-минус одно и то же, либо это может быть там два независимых условия, не знаю. Для того чтобы изучить все стенды, мне нужно узнать, какая атмосфера и уровень сложности докладов. Не очень, да? Но вот скажем, для того чтобы оценить подготовку спикеров, мне нужно узнать, какая атмосфера и уровень сложности докладов. Ну, тоже как-то не очень, да? Для того, чтобы узнать, какая атмосфера и уровень сложности докладов, мне нужно посетить конференцию. Ну да. Вот, ну чувствуете, да? Вот сейчас я хочу вас запустить. Уже все справились, да? И кто не справился? Ага, давайте я сейчас тогда еще, может быть, парочку пробубню. О, для того, чтобы поддержать выступление коллег, мне нужно помочь им ответить на вопросы после выступления. Так, смотрите, ну вот поддержать, может быть, действительно глагол, что является наблюдаемым результатом действия. Ну, допустим, мои коллеги меньше нервничают и там больше улыбаются, и смелее общаются с аудиторией. Ну, хорошо, допустим, может, можно понять. Хороший причинно-следственный переход. Для того, чтобы помочь им ответить на вопросы после выступления, мне нужно прийти на их выступление. Для того, чтобы прийти на их выступление, мне нужно посетить конференцию Кодфест. Ну, вот, как бы норма, вполне себе. Вменяемо. Вменяемо. Для того, чтобы получить предложение на работе, мне нужно выяснить потребности работодателей. Ну, то есть здесь, на самом деле, там один желтый лишний. Да, ну, нормально, кстати, тоже. Хорошо. Для того, чтобы выяснить потребности работодателей, мне нужно посетить конференцию. Читается нормально, мутных слов не так уж и нормально. Выяснить потребности. Хорошо. Не знаю. Для того, чтобы посмотреть на другие IT-компании, чем они занимаются, послушать про проблемы, их решения для других программистов, найти новую интересную работу, где им будет комфортно, безопаснее. Мне нужно посетить стенды IT-компании. Ну, вот это вот. Здесь, смотрите, на самом деле, что значит простота утверждения? Возьмите, что... Как одна пара, подлежащая сказуем. Либо посмотреть, послушать, найти... Вот, да, здесь три, на самом деле, по большому счету, если бы мы формально этим занимались, это три разных квадратика. Оставьте здесь одно утверждение. Скажем, найти новую интересную работу. Да, что такое интересное операциональное определение? Мне будет комфортнее, безопаснее, перспективнее, чем на текущей работе. Ну, стало, конечно, вместо слова интересной комфортное, как вы определяете комфорт, безопасность, как вы определяете безопасность, перспективнее, ну и так далее. Да, вот задуматься об этих вещах. Для того, чтобы найти новую работу, мне нужно узнать про вакансии. Понятно, если вы упростите, на самом деле будет звучать достаточно хорошо. Для того, чтобы узнать про вакансии, мне нужно послушать доклады. Ну, здесь просто вот в чем фишка сложности. Когда у вас идет сразу несколько утверждений в одном квадратике, то ты не понимаешь, вот там здесь три утверждения, здесь три утверждения. Вот эта стрелка, эта причинно-следственная связь между какими именно утверждениями. Потому что если здесь три, здесь три, не факт, что они все там будут связаны. Они будут какие-то связаны, какие-то нет. Поэтому идет простота. То есть здесь фишка в следующем. То, что вот мы рисуем с вами диаграмму квадратики и соединяем их стрелочками, это язык. Язык со своей грамматикой, со своими правилами. Когда вы нарушаете правила, теряется смысл. Есть масса вот этих мыслительных инструментов, которые сводятся, и многие, наверное, читали из книжки статьи, они сводятся к тому, что давайте что-нибудь напишем в квадратиках, напишем стрелочками. Люди, многие пробуют, говорят, что на практике это не работает. Потому что, потому что, потому что никто никогда строго не подходил к этой задаче. Пишут всякую хрень, соединяют, как попало, стрелочками, она дает непонятно что. Здесь оставьте простое утверждение, и дальше можно будет с этим работать. как меньше букв. Свободно. Для того, чтобы применять новые знания в работе, это, кстати, а вам зачем применять новые знания? А со старыми что не так? Ну, как-то да, надоели. Применять новые знания, а что старые? А новые-то какие? Здесь, между прочим, операциональное определение термину «новый» очень, новые для кого? Понимаете, да? Новые – это те, которые вы не знали, новые – это те, которые появились в последний год, новые – это что? Что здесь обозначает? Что делает здесь это слово? Для того, чтобы применять новые знания, мне нужно узнать об опыте. У Петра Яковлевича Гальперина есть такой термин, называется «речевой стереотип». Это устоявшаяся фраза, которую мы произносим, как говорится, не приходя в сознание. И очень часто на самом деле наша речь и наше мышление, даже когда идет речь про себя, мы мыслим, она изобилует вот этими речевыми штампами, стереотипами. И вот это узнать об опыте, применять новые знания, вот это все, оно очень так отдает стереотипность. Для того, чтобы узнать, мне нужно выбрать и посетить. Так выбрать или посетить? Понимаете, да? Для того, чтобы посетить доклад, мне нужно посетить конференцию. Вот. Ну и начинается, да, вам нужно посетить или послушать? А послушать, зачем посетить, что бы ни записи, да, в Ютьюбе через полгода выложить, что не так-то? Для того, чтобы узнать об опыте в других компаниях, а что вы узнали сегодня об опыте в других компаниях? Что-то было, да? Или больше так себе концептуальщина? Для того, чтобы применять новые знания, ну вот, что является наблюдаемым результатом действия применять? Понимаете, да? И термин применять в разных контекстах будет разная, значить. для того, чтобы опыт других компаний решения задач, видите, крайне тяжело сделать так, чтобы человек хотя бы там пять пунктов чек-листа прошел. Правда же? То есть, я вот здесь добуквенно подставляю и уже получается непонятно что. Промежуточные результаты не заполнены, если я правильно понял, либо надоело выполнять упражненьку, либо кажется, что вот для того, чтобы опыт других компаний решения задач, мне нужно посетить конференцию. Ну, тогда там должно быть дроптейбл где-нибудь обязательно. Вот, смотрите, для того, чтобы сравнить свои знания в управлении проектами, сравнить с чем? Сравнить с чем? Как это официально, да, это истинная цель. Тоже, смотрите, простота, потому что, вот смотрите, посетить интересующие меня секции, видите, она может быть, может быть связана с первой частью причинно-следственной связи, но она на самом деле противоречит, потому что пока вы сидите на докладе, вы не можете лутать мерча. Понимаете, да, вот, если вам хочется про это написать тоже, что вот мерч, это прям очень-очень важно, можете дублировать вот этот квадратик, сюда написать, вот отдельно стрелочка. То есть, не, здесь даже не стрелочка, здесь должна быть вот эта вот. Здесь, опять же, смотрите, говоря о причинно-следственной связи, для того, чтобы посетить интересующие меня секции, мне нужно посетить интересующие меня стенды с мерчом. Тоже, понимаете, да, хрясь, логика ушла. Очень хотелось написать про мерч, но в логику оно не влезало, потому что здесь, на самом деле, это два отдельных ствола, две отдельных истории. С одной стороны, сравнить знания, непонятно с чем. Понимаете, да, сравнение, это как минимум в операции сравнения участвуют два операнда. Один у вас указан, другой подразумевается, и что-то мне подсказывает, может быть, даже не осознается. Вот, то есть отдельный ствол, для того, чтобы сравнить, мне нужно посетить, для того, чтобы посетить, мне нужно посетить, а отдельный, для того, чтобы нафармить мерч, мне нужно посещать как можно меньше докладов и как можно больше ходить по стенду. тоже, видите, и что сделать? А, да, там это, ну, до этого вообще не дойдет даже близко. Сейчас уже все справились? Давайте, сейчас мы сделаем следующее. Я сделаю упражненьку два. Упражнение два. Называется, почему с батарейками? Наша с вами задача, вы можете смотреть, да, описание, либо там на слайде у себя со смартфона, если отсюда букв не очень видно, потому что я, в общем, писал здесь много букв не для того, чтобы показывать слайды аудитории, а для того, чтобы вы могли его с девайса у себя сочетать. Здесь мы сейчас с вами будем спариваться, и нам надо будет работать строго по ролям. Здесь мы используем одну фишку того, что наша с вами речь является инструментом не столько коммуникации, сколько мышления. Когда вы начнете проговаривать определенные вещи, вы увидите, что у вас и мысль, в общем-то, начинает формироваться, и как-то она там в голове шевелится, укладывается, либо наоборот вылезает и кажется, что все не стыкуется. У нас будет пары. В парах роли здесь я обозначаю пингвиненок, совенок. Никакого смысла здесь желания там задеть и оскорбить. Просто вот так вот еще в давние годы, когда мы только-только к этому формату приходили, какие эмоджики были под рукой, так мы роли обозначаем. Работаем по ролям. Смотрите, совенок читает, не пересказывает, не рассказывает, читает добуквенно то, что уже написано, ствол зеленой задачи, вот как я показывал, для того, чтобы, мне нужно. Дальше это, для того, чтобы, мне нужно. Для того, чтобы, мне нужно. Прямо вслух, четко, останавливаясь. Свой, да, он показывает свой. Можете сказать, что вот я нахожусь там, август, шестой слайд, приходите вот сюда, для того, чтобы, читает первый шаг, вот, то есть смотрите, не пересказывать, типа, ну, я вот это здесь сюда, на самом деле, начальнику сказал, что типа здесь много всего полезного, на самом деле, вот хочу там это, побольше брелочков натырить. Коллекционирую я их, вот, и ты там что-нибудь такое говоришь. Нет, да буквенно, что написано, то и читаешь. Это важно. Делаем первый переход, для того, чтобы, мне нужно. Если вдруг звучит, не гладко, шероховато, добавляйте слова, правьте. Дальше, пингвиненок выслушивает, и задает вопрос, а почему, опять же, ничего не выдумывая, не перефразируя, буква в букву, а почему, для того, чтобы, тебе нужно. Совенок отвечает, почему, и пингвиненок записывает свои ответы человека. Мы сами в своем стволе ничего не делаем. Мы здесь будем использовать своего напарника, как голосовой ввод. Искусственный, искусственный интеллект. Да, голосовой ввод. Он за нами записывает. То есть, мы в своем специально ничего не делаем, мы через внешнюю речь пропускаем свои мысли. Дальше мы написали первую структуру, для того, что бы мне нужно, потому что проверяем по чек-листу, по всем пунктам. Не торопитесь, будет душно, занудно, но в этом-то и смысл. И дальше заключительный такой вопрос. А в какой мере для того, чтобы тебе достаточно, в какой мере причина, в какой мере этого тебе достаточно, для того, чтобы это. И вот на слайдах вы, может быть, видели батареечки, мы туда притаскиваем батареечки. Давайте сейчас я на ком-нибудь это дело покажу, как оно у нас будет выглядеть. Где мы сейчас находимся? Не влезают? Они вот сбоку, я их притащил. Они вот-вот чуть-чуть должны цепляться. Я их чуть-чуть вот там подвинул. А тут уже кто-то чего-то накидал. А вы изобрели свою нотацию или нет? Давайте сейчас посмотрим. Для того, чтобы мне нужно послушать слайды и посмотреть стенды. Итак, давайте с кем будет чуть проще. Ну вот, допустим. Смотрите. Сейчас сделаю побольше буквок, чтобы чуть-чуть бросалось. То есть человек, Евгений, читает для того, чтобы получить предложение о работе, мне нужно сравнить навыки с потребностями. Наверное, свои навыки с потребностями... Кого? Чьими, кстати? Рынка. Хорошо, с потребностями рынка. Вот. Я такой, как пингвиненок, спрашиваю. А почему для того, чтобы получить предложение о работе, тебе нужно сравнить навыки с потребностями рынка? Почему? Нет, ну вот, не знаю, здесь, может, не так все плохо, на самом деле. Почему? Вот. Мне нужно... То есть, потому что... Потому что, может быть, мне надо чему-то подучиться, там, не знаю, да, вот что-то такое. Ну, здесь как? Это уже вопрос. Я задаю вопрос. Почему для получения предложения о работе тебе нужно сравнить навыки с потребностями? Может быть, да? Чего найти? Я давно не устраивался на работу, потому что я не очень понимаю, насколько широк круг моих потенциальных работодателей. Может быть, такое? Ну, так и пишем. Там. Я не понимаю круг моих потенциальных работодателей. Вот, звучит, в принципе, логично. Дальше мы это все проверяем по чек-листу. Такое, получить предложение о работе. Вы понимаете, да, как внешний вид имеет? Да, вполне себе. Сравнить навыки с потребностями. Ну, вот, да, там как-то задали пару уточняющих вопросов. Наверное, примерно поняли. Потому что я не понимаю круг моих потенциальных работодателей. Так, у нас прилагательный есть потенциальный. Ну, потенциальный – это тот, кто, в принципе, заинтересован в моих услугах, кто мог бы меня взять на работу. Все хорошо. Вот эта вот конструкция выглядит хорошо. Давайте идем дальше. Для того, чтобы сравнить навыки с потребностями, мне нужно выяснить потребности работодателей. А почему для того, чтобы сравнить навыки с потребностями, тебе нужно выяснить потребность? Ну, потому что я сейчас не понимаю, давно не устраивался на работу и так далее. А почему для того, чтобы выяснить потребности работодателей, тебе нужно посетить конференцию? Чем там headhunter.ru не удогодил? Ну, и так далее, допустим. Но вот здесь, вот смотрите, мы здесь для того, чтобы еще просто первый переход не закончили. Для того, чтобы получить предложение о работе, мне нужно сравнить навыки с потребностями, потому что я не понимаю круг моих потенциальных работодателей. И я дальше спрашиваю, а в какой мере сравнить навыки с потребностями? Мне достаточно, это вот такой заход, намек уже на будущее дерево, для получения предложения о работе. И вы такие, если сравнил, уже нашел, то это вот будет самая большая заряженная батарейка. Мы сюда притягиваем. Либо такой, слушай, не, надо сравнить, потом может что-то подучиться. Что-то это не очень много. Это, наверное, вот где-нибудь вот так вот. То есть вот эта вот батареечка, сколько зеленых из всех, она показывает, насколько много я этого заполнил. То есть чего еще сейчас будет не хватать. Понимаете, да? Вот я такой прилепил. Это значит, ну, субъективно еще вот достаточно ощутимое количество вещей. Сюда будут там вот всякие собеседования, написать резюме, что-то подучить. Чего? Кто правит? Тот, кто задает вопрос. Мы разбираем ваше дерево, вы там ничего не пишете, я вас выслушиваю, и я все это вам на слайде оставляю. Не совсем. Нет, здесь серенькая, это объяснение причинно-следственной связи. Во-первых, она бы просто не звучала как желтая. Для того, чтобы получить предложение о работе, мне нужно, я не понимаю. В перефразированном виде. В принципе, там есть тонкая грань. Как я уже говорил, что вот если вы выбираете уровень гранулярности, мы выбрали уровень гранулярности так, чтобы двух желтых промежуточных хватило. Но в принципе, я же могу глубже взглянуть. Да, я могу перефразировать желтую. То есть для того, чтобы получить предложение о работе, мне нужно понять круг потенциалований. Да, да. А для этого, ну и там возможно некоторые такие нюансы. Там на самом деле нюансов примерно еще на одну большую толстую книжку. Но мы сейчас с вами просто вот один вот этот проиграем. Попробуйте. Если будете аккуратно все это пропускать через внешнюю речь, увидите, какие вылезут интересные мысли. Если вылезут. Понятно, да, задачка? Если вдруг потерялись упражнения, нам внизу написано. Давайте я поставлю таймер на неизвестное количество времени и скажу вам, когда надо будет поменяться. Почему неизвестное? Потому что я тут обратил внимание, когда таймер тикает, многие начинают переживать, пытаются успеть. У нас с вами нет задачи успеть все. У нас есть задача сделать то, что мы успели, но правильно обсудить прилагательные, нечеткие глаголы, проверить. Там, может быть, будут вот такие вот стремные пункты про тавтологию. Я пока специально про них не говорю. Я уж там между сменами об этом еще немножко расскажу. Если вы не понимаете смыслов этих пунктов, тогда ладно, потом расскажу. Потому что сейчас и так уже было много слов сказато. Надо начинать чего-то делать. Давайте попробуем. Через таймер я вас разбужу. Так, вопрос, да, еще какой-то? Если можете сократить, сократите. Если не можете, ну давайте обсуждайте три. Давайте, ребятки, погнали. Погнали. Как вам было сложно в мозг? Есть люди, кто такое делает каждый день. Есть те, кому сложновато. Ребятки, включайтесь обратно. Я вас сейчас немного погружу. Чуть-чуть, пару слов расскажу про тавтологию. Сейчас слышите, кто-то говорит. Мы не менялись, да. Я специально. Здесь все-таки у нас, смотрите, есть такой мастер-класс. Поэтому мы немножко ограниченно это поделаем. Все-таки на 50 человек, на 100 человек вот эту штуку делать, это не то же самое, что происходит в группе на 15. Поэтому немножко мы все-таки по формату ограничены, несмотря на то, что все-таки какую-то там практику пытаемся дать. Я сейчас чуть-чуть еще немножко вгружу про два оставшихся пункта проверки чек-листа. Вы поменяете с ролями и в другую сторону поиграете. Но теперь чуть больше будете обращать внимание тавтологиям. Тавтологии бывают разные. И вот там парочку моментов я вам подсвечу. Потом проверите своего другого напарника. А потом времени, конечно, не хватит, чтобы он вас проверил. Но хотя может и хватит. Посмотрим. Смотрите, что такое вообще причинно-следственная связь? Мы занимались причиной и следствием. Говорят, что вот этими словами Будда описал, что такое причина и следствие. Вообще это все уходит в том числе и в добуддийские традиции. Наука о причинах и следствиях. Это принцип взаимозависимого происхождения. Мы говорим, что между причиной и следствием существует связь. Когда есть это, то есть и то. Стремный немножко слог, но вот говорят, принадлежат слова Будде. Если возникает это, то возникает и то. Если это исчезает, то исчезает и то. Вот определение причинно-следственной связи. Мы же с вами еще думали над следующей вещью об основанием. Почему я считаю, что причина и следствие связаны причинно-следственной связью? Почему я считаю, что когда есть это, то есть и то? Когда возникает это, то возникает и то. О чем говорит принцип взаимозависимого происхождения? о том, что никакое явление или вещь не существует само по себе. У него есть причины его существования. Явление имеет причину своего существования. Тот факт, что два явления связаны причинно-следственной связью, это тоже явление, и у него тоже есть причина его существования. И она, по идее, должна вылезти в обоснование. Почему? Почему так происходит, что когда возникает это, возникает и то? Исчезает то, исчезает и это. Почему такое происходит? С одной стороны, вопрос, почему, он проясняет причину. С другой стороны, как на докладе я говорил, если мы не можем с вами дарыться до причины, хотя бы понять свидетельство, есть ли у нас какие-то свидетельства существования этой связи. Но если мы говорим о причине, там есть разные вещи, например, разные типы тавтологии. Тавтология из разряда причин и следствия. Для того, чтобы похудеть, мне нужно сбросить лишний вес. Понимаете? Вот, ну как это? Для того, чтобы сбросить лишний вес, мне нужно весить меньше. Для того, чтобы весить меньше, мне нужно избавиться от лишнего жира. А, душнота. Защита. Хорошо. Не, разумно, смотрите. И тогда, вот здесь все очень сильно зависит от контекста. Да, вот вы задаете вопрос, что является наблюдаемым результатом этого действия. Если человек говорит, похудеть, это вот когда я буду вставать на весы, и вот они будут показывать меньше цифрку, да, вот тогда это фактически будет синонимично. Так, если строго подойти до определенного уровня строгости, если опускаться тоже, там отдельное искусство, как не переборщить? Знаете, да, это спорят с женой. Сколько раз я тебе говорила, нельзя быть таким дотошным? Семь. Вот. Да, вот бывает такое. Поэтому, да, в общем случае, это может быть и нет автологии, потому для того, чтобы похудеть, мне нужно сбросить лишний вес, потому что большую часть моего объема составляет подкожный жир, а там мышечная масса, она куда меньше плотности. Вот, и это вроде уже не звучит как автология. Но вот так вот, да, для того, чтобы перестать быть безработным, мне нужно просто найти работу. Да, вот, есть много таких интересных вещей. Для того, чтобы перестать прокрастинировать, мне нужно перестать откладывать дела на потом. Ну вот, и так далее, и тому подобное. Это просто причина-следствие. Там есть один из пунктов, добавляет ли следствие или причина, есть ли там новые слова. Индикатором отсутствующей автологии является новые понятия, которых нет ни там, ни там, ни синонимов этих понятий. То есть что-то такое принципиально новая сущность появилась. Это индикатор. То есть если у вас там есть новая сущность, упоминается, это еще не значит, что все хорошо, но если и нет, это значит, что это все плохо. То есть условия необходимы, но недостаточно для отсутствия автологии. Бывает автология в обосновании. Она встречается поначалу у большинства из вас в той или иной вариации. Для того, чтобы сбросить лишний вес, мне нужно делать зарядку по утрам, потому что выполнение зарядки по утрам снижает лишний вес. Поняли, да? Вот в чем суть. Ты такой смотришь и думаешь, опять же, есть ли какое-то новое понятие, упоминается ли какая-то новая сущность или явление здесь по сравнению с причиной и следствием. Ну как бы зарядка – это вот здесь отсюда, снижение лишнего веса – отсюда. Ну фактически это вот слово составлено для того, чтобы поднять продажи, мне нужно внедрить СРМ, потому что внедрение СРМ поднимает продажи. Чего? Вот. Смотрите. Смотрите. Что такое обоснование? Обоснование, как оно бывает? Вот если мы сейчас говорим об обосновании, которое описывает природу причины следственной связи, почему это существует? Вот это вот, смотрите, в данном случае вы понимаете, что это повтор уже сказанного. Я уже сказал, что выполнение зарядки помогает снижать лишний вес. Я уже это сказал, поставив стрелку между этими квадратиками. За счет чего? За счет какого механизма? Что происходит? Почему так происходит, что выполнение зарядки по утрам снижает лишний вес? Вот это вот и будет обоснование. Например. Ну опять же, смотрите, здесь если я могу описать природу хорошо, я могу там, опять же, в реальной жизни я могу сослаться, потому что там вот есть исследование раз, два, три таких-то чуваков, они говорят, что вот это вот так вот. По большому счету, в общем случае, мне нужно убедиться вообще, стрелка есть или нет. Какие мои доказательства в поле существования этой стрелки? На чем я основываю эту причину следственной связи? Я стрелкой их соединил. Почему? Ну вот у нас есть этот курс, который называется хулилогик, он называется потому что так хулилогик, потому что там хулиганские вопросы. Схерали. Ну просто крат. И есть еще это гопническое, что предъявишь. Ну вот что предъявишь, это к другому, когда мы поднимаем эффективность. Что предъявишь? Ну вот что можно доказать? Ты ответить за базар сможешь, что ты поднял, повысил эффективность или нет? Что предъявишь? Ну я уверен, ну вот в пацанских кругах, наверное, надо зуб дать. Да-да-да, сейчас в это протезирование хорошо работает. А смотрите, часто тавтологии прячутся за синонимами. И богатый словарный запас у современной молодежи только усугубляет все это дело, потому что мы знаем много слов, которые звучат по-разному, означают одно и то же. И мы можем вроде как создать иллюзию того, что причина следственная связь обоснована. Видите, да? Для того, чтобы сбросить лишний вес, мне нужно делать зарядку по утрам, потому что регулярная физическая активность снижает уровень подкожного жира. Да, но только ты смотришь, и ну вот вроде бы регулярная физическая активность делать зарядку по утрам. В данном случае, по-моему, очень похожие понятия. Уровень подкожного жира в данном контексте как будто бы это лишний вес, вроде бы одно и то же. То есть я перефразировал уже сказанное. А вот более-менее адекватным обоснованием, это тоже, кстати, еще нет, да, вот это не очень адекватное обоснование. Это называется неотносимое обоснование. Неотносимое это что значит? Здесь это не тавтология. Для того, чтобы сбросить лишний вес, мне нужно сделать зарядку по утрам, потому что я очень хочу влезть в свои любимые джинсы. Это мотив. То есть для того, чтобы влезть, это вот следующая цель. И многие люди на вопрос, почему, когда этот вопрос адресован к причине существования, причины следственной связи, отвечают на другой вопрос. Почему я хочу сбросить лишний вес, чтобы влезть в любимые джинсы? Но это не объясняет причины следственной связи. И для этого был там другой пункт, седьмой чек-листа. Вот представим себе, вот есть люди, эксперимент, есть люди. Они все делают зарядку по утрам. И половина из них хочет влезть в любимые джинсы, половина не хочет из них лезть в любимые джинсы. Я правильно понимаю, что у тех, кто хочет влезть в любимые джинсы, вес будет снижаться, а у тех, кто не хочет, не будет снижаться? Понимаете, да? То есть в чем суть? Как мы можем понять, что обоснование действительно истина? Если вдруг вот этот факт не факт, если вдруг это станет ложью, должна исчезнуть причинно-следственная связь. Это не всем дается легко, такие умозрительные эксперименты, но тем не менее, да, вот пункт седьмой именно об этом. Смотрите, для того, чтобы сбросить лишний вес, мне нужно делать зарядку по утрам, потому что физическая активность помогает создать дефицит калорий, а аэробная нагрузка заодно снижает чувствительность клеток к инсулину. Похоже, да, вот на правду, да, появляются новые понятия дефицит калорий, чувствительность клеток к инсулину. Проверяем, да, на относимость. Представим, что физическая активность, наоборот, вырабатывала бы калории. Нас учитель физики так шутил. Это вы, говорит, калории тратите, когда поднимаетесь ко мне в кабинет, когда вы спускаетесь, вы получаете калории. Ну вот, мало кто его мог тогда опровергнуть. Потому что звучало очень логично. Ну да, закон сохранения энергии, попробуй опровергни, а как иначе. Поэтому, если хочешь есть, просто спустись и поднимись на лифте. Тут какая проблема-то? Так сделай несколько раз, и, по идее, ты должен быть уже сытым. Вот. Ну, понимаете, да, вот если вдруг физическая активность, она не будет создавать дефицит калорий, наверное, перестанет работать этот механизм. Вот. Хорошо. Вот что мы ожидаем в качестве обоснования. Если вы не можете описать механизм, природу причины следственной связи, хотя бы подумайте, а вы уверены, что она существует? Вы уверены, что вот там, обслушавшись чего-нибудь, на конференции, вы там подняли эффективность работы в компании. У вас в прошлом есть свидетельства этого? Может, вы знаете того, кого-то, кто пришел, послушал доклад, что-то улучшил. Какие ваши доказательства? Вот давайте сейчас попробуем второй кружок, мы поменяемся ролями, у нас есть еще немножко минуток. Давайте. Поменяйтесь ролями, и, учитывая сказанное про тавтологию, еще разок проверьте, но в другую сторону. Так, ребятки, как вам? Тяжко в мозг сейчас было? Да. Смотрите, мы чуть-чуть, чуть-чуть, мы много-много еще таких хулилогических вопросов не затрагивали, мы затронули только один. Я бы еще, у нас там есть сколько-то там, 2-3 минутки, предложил бы сделать следующее. Еще одно упражнение, индивидуальное, такая, заминочное упражнение, называется, как еще? Как еще? Вот там у вас есть облачка, облачка всякие разные. Вот вы такие вот приходите, допустим, сюда, куда-нибудь там смотрите, у кого-нибудь, что там надо сделать человеку. Человек пишет, дотянусь, да, там, мне нужно снизить тайм-то-маркет для фичей. Сейчас я сделаю так, чтобы чуть-чуть было, может быть, там лучше видно. Вот, для этого мне нужно чего там сделать? Составить список из трех инструментов для интеграции. Как еще можно снизить тайм-то-маркет для фичей? Да, и берете, чего сделать? Уменьшить тайм-то. Ну, да, кстати, Саша Брызгалова так говорила. То есть вы берете такие, добавляете сюда облачко и пишете туда какую-нибудь свою идею разной степени бредовости. Человеку накидываете, там, снизить тайм-то-маркет для фичей, выкиньте половину бэклога. Это уберет лишнюю многозадачность, это снизить тайм-то-маркет. Пишите там, вы кинете половину бэклога. Нет, это вы идете и писать другим людям. Те, ребятки, кто в вашем месяце находится, прям вот начинайте ниже, проходите к коллегам, давайте вот, и накидывайте сколько угодно вот этих облачков своим коллегам. Сначала тому соседу плюс один, потом соседу еще плюс один. Ну, вот сейчас я там поставлю таймер на 4 минутки. Накидайте как можно больше подобного рода бредятины. Ко всем. Вот сюда дальше смотрите. Составить список. Может быть, здесь написано, что для того, чтобы составить список из трех инструментов, надо посетить 10 лекций. Да погугли ты в интернете. Да, там 100 тысяч миллионов. Для того, чтобы посетить 10 лекций по менеджменту, надо посетить... А вообще почему 10? Может быть 11. Да, ну и начинается. То есть вы можете к чему угодно накинуть облачков. Дайте, поразвлекаемся немножко этим. И успеем на завершающий доклад. Сейчас уже все равно там еще чуть-чуть и начнется следующий доклад. Смотрите, хороший вопрос. Что с этими вещами делать? То, что мы с вами делали, ковыряясь с мышлением, самое ценное, это не то, что в результате у вас получается, то есть не конечный артефакт. Самое ценное, это те мысли и слова, которые крутятся у вас в процессе работы. Понимаете, да? То есть если в процессе работы вы чего-то там делали, проговаривали, наверняка у кого-то какие-то мысли рождались, какие-то непонятки становились на места, либо то, что было непонятно, прям явным образом выходило на передний план и показывало, чувак, здесь дыра в твоих рассуждениях. Что мы делаем с идеями, вот эти вот, которые накидываем, вы можете на них потом посмотреть. Понятно, может быть, в реальном обучающем процессе мы этому куда бы больше времени уделили, но тем не менее, смотрите, в чем фишка. Почему я сказал, идите накидывайте другим. Мы сами в своих задачах зачастую не видим альтернативных решений. Но мы их не видим не потому, что мы глупые или тупые, а потому что у нас мозг замылен. В психологии есть такой термин, называется эффект установки. Когда наличие какой-то идеи относительно решения того или иного проекта, задачи, вот это, как только у вас появилась идея, она делает вас слепым к альтернативам. Вы не видите альтернатив. А другие люди проще ему увидеть альтернативы. Поэтому, это вот по этой причине, частенько взгляд со стороны, они видят те вещи, которые, когда тебя озвучивают, ты такой думаешь, блин, я что дебил, что я раньше мимо этого ходил. Вот такое вот иногда бывает. И, соответственно, что делать дальше вот с этими вещами? А пройдитесь глазом. Понятно, первая мысль, которая будет вылетать на каждое облачко, да эта херня в моей ситуации не сработает. Попробуйте самому себе объяснить, при каких обстоятельствах она сработала бы. То есть, прежде чем отбросить вот это все, ну, то есть, вот скажем, когда мы занимаемся в процессе обучения, обрабатываем вот эти вещи, я говорю следующее. Следующее у нас видели, да? Сегодня было такое словесное обрамление для того, что бы мне нужно. Ну, в общем, там каждое упражнение, в принципе оно строится вокруг разных словесных обрамлений. И здесь у нас будет вот словесное обрамление. Это сработало бы если. То есть, ты такой смотришь, там, купи какие-нибудь курсы, да, вот вместо потратить бюджет на обучение, или еще чего-нибудь. Ты такой, хочешь отбросить эту идею? Скажи, знаешь, она бы сработала бы, если, при каких условиях сработает? Там, если бы, да, чего-нибудь я такое нашел. И это переводит тебя чуть в другое, в конструктивное русло, и ты такой, а может быть не так сложно, может хотя бы поискать, если там что-то нет для чего-то. Или, да ну херня, это невозможно, потому что напишешь слово курсы в интернете, тебе, во-первых, трэш, на первых 40 страницах результатов поиска вылезет, а потом еще Яндекс.Директ тебе задолбается, там, вдогонку, про все вот это вот. И ты такой, нет, да, там, если бы мир выглядел бы иначе, это бы сработало. Вот это вот там. Это сработало бы, если, и дальше дать нетавтологичное обоснование, размышление над этим, в принципе, может чуть-чуть помочь вам соскочить с эффекта установки, и иногда даже, знаете, не взять эту идею один в один, а вы отталкиваетесь от этой идеи, и порождаете третью. Такой, о, я сам сделаю такие, ну, допустим, да, там что-нибудь еще такое вылезет, или еще что-нибудь мы с вами начнем делать. Вот такая вот штука. Если кто-то еще вдруг там не приходил ко мне в тележку, я сегодня запостил, ну, как это я сегодня, этот робот запостил, у меня будет мероприятие, открытая штука, то есть, ну, что значит открытая, открытая бесплатная, которую я провожу, но в онлайне. То есть, то, что мы с вами делали сейчас, примерно похожее упражнение, я буду собирать, проделывать с людьми, только там это будет онлайн, соответственно, вы будете не в общей комнате галдеть, а в тройках отдельно сидеть, и там будет мира, а не вот это вот с гуглодоками. и, соответственно, вы будете за компьютером, то есть, вот многие вещи будут куда более удобными. Вот так. но зато вы не сможете пощупать, потрогать своих коллег. Все, ребятки, спасибо всем, кто пришел, вы еще успеваете. АПЛОДИСМЕНТЫ, Субтитры сделал DimaTorzok,